здарова народ добро пожаловать на новую серию по спаржа в этой серии я покажу как я поставил кнопку старт-стоп на свою 2111 и так вернулся с магазина опять с покупками потратила на сей раз 658 рублей купил всяких клемм разъемов провода реле реле я купил для кнопки старт-стоп чтобы сделать его дополнительным реле стартера также купил провода на массу это у нас четверка вот купил всякие концевички теперь буду сращивать дело с кнопочкой значит так рубрика эксперименты вот аккумулятор немножко опыт зарядил потому что он мне подсел пока машина стояла и два раза по утрам пытался заведить ничего не происходило в общем все снял притащил домой и сейчас подключил напрямую от аккумулятора стартер и попробуем как же он мне будет работать одной рукой конечно неудобно все засунул да это получается идет у нас шпилька на постоянный плюс от аккумулятора как идет завода прикладываю прикладываем на то место куда у нас приходит провод от замка зажигания и как мы видим все прекрасно у меня работает можно даже погонять также можно приложить именно просто на срабатывание мотора знаю как видите все прекрасно работает наверное грешу я на якорь сам который центральный такой я показывал позапрошлым выпуске когда ремонтировал стартер сейчас ну раз его покрутил все работает поставлю потом на место заряжу аккумулятор поставлю машину и кину дополнительный минус от стартера на кузов и посмотрим будут у меня работать не будет может просто действительно не хватает минуса была у меня такая догадка после того как мы отремонтировали мне фару вот кстати пока не забыл что ходит мой комплект блок аварийная кнопка сама кнопка старт-стоп две антенны провода на центральный замок силовые провода два ключа я уже сделал ключи от дверей и от багажника у меня как раз было два заводских ключа да они до сих пор живы у меня 2001 года отпилил у них эти уши большие благо мы сейчас занимаемся ключами на работе поэтому для меня это не составило труда в общем со стартером разобрались пусть дело все заряжается стартера попозже почищу сейчас буду заниматься подключением реле сразу же блоку центрального замка вот идут все силовые провода только таких вот цветах таким вот разъемом все есть в интернете но у меня система ну номер три благо купил это сразу же в магазине у нас краснодаре на российской пошел на авито обошлась она мне в 4000 рублей и к ней в комплекте шла инструкция на русском это уже прикладывают да сам магазин вот эти вот всякие пометки это центральный замок который сейчас у меня стоит в машине то есть я изучал какие провода за что отвечают все разобрался тут у меня зарисовки это у меня подключение вот этого блока кнопки старт стоп теряя центральный замок с этими проводами к реле ну и соответственно от реле уже к стартеру а также тут дополнительно провода которые идут вот они вот они все полетят уже именно на провода от центрального замка которые я сниму и поставлю наверно всего в тройку за которая с выкидным ключом у меня в принципе все понятно все вот эти бумажонки у меня будут отфотканы и находиться в группе вконтакте так что если вам нужно интересно хотите посмотреть и разберетесь мы в моих каракулях то пожалуйста пользуйтесь мне не жалко все равно сейчас когда я буду все это дело подключать я подробно расскажу где как у провод куда идет в общем показываю какой ток у меня получился фишка которая вцепляется центральный замок точнее в бок центрального замка а синий который раньше был за место желтого он шел на от c1 или как он там правильно называется короче на магнитолу сделаю такой вот небольшой проводок вы будут более чем за глаза для моей магнитолы дальше релюха стало все прям вообще по красоте вот идет минус отсюда здесь я просто зачистил согнула пополам провод нацепил клемму маму и вставил обратно защелкнул все и вот идет продолжение и сделал вот такое плотного ушка на термоусадке все также сделал с красным только вот он уходит сюда он будет просто цепляться напрямую к розовому ну на большую хорошую скрутку с термоусадкой и красный соответственно это будет идти уже на стартер сейчас же еще планирую подцепить минус на магнитолу думаю где-то подцепить наверно также здесь переделать пустить и красный отсюда запитаться и потом чтобы три провода убрать еще в гофру дополнительно который будет идти у меня наверх к мафану так возвращаюсь к импровизированному стенду испытательному подключила я реле к блоку все как хотел все это тоже раскидал как-то должно примерно выглядеть в машине типа открываю машину все нажимаю педаль тормоза горит все сработал отлично типа машина сейчас работает данный момент педаль убираю все и чтобы снова мне заглушить нужно вставить точнее нажать тормоз до клиента нажала тормоз и заглушил конец да все машина заглушилась теперь что касаемо автозапуска автозапуском все тоже довольно просто просто не надо зажать кнопку сигнала кстати сигнал тоже просто подключил можно и гудку подключить и поворотником просто нажал машина начинает так вот типа мигать выключил а зажимаю и включают автозапуск но только момент коричневый провод нужно будет подключить по моему и коричневый или синий не суть к датчику давления масла типа чтобы машина видела что машина завелась и больше она не включала стартер иначе она будет постоянно его молотить мы сейчас продемонстрирую зажимаю по сейчас должно запуститься да и сделать она так давно четыре раза по моему и с каждым разом все все да машине надо завестись она выключилась приобрела все-таки поворотные кулаки от гранты спорт ну якобы от гранты спорт на самом деле они идут на приору калину и гранту отличительная их особенность это то что не по дбс но на самом-то деле еще особенность в том заключается то что у них идет более увеличенный подшипник подшипник 1118 начинается у него артикуль вот он больше в диаметре чем обычный подшипник от обычной проворы без абса и обычные калины и десятки восьмерки вот как-то так также доделая косу свою это тут самодельная точнее это не нужно вот прям реально прям магазинский вариант как будто пришел купил в магазин готовую косу прям я от себя так доволен вот еще в гофру убрал три провода которые идут на магнитолу плюс-минус и там ацц как раз это все дело запитана на центральный замок вот я уже показывал рассказывал это все все осталось мне это дело подключить но я не знаю когда этим буду заниматься ну и проводка у меня осталось под динамики не забываем что партнером этого выпуска стал интернет-магазин бункер ссылочка в описании и кстати промокод аспарагу сдает вам скидку в 10 процентов так что пользуйтесь вступил следующий день починил я все дворники взял с собой немножко инструмента провода фишку от старого замка зажигания еду сейчас к никите в нем кучу дорогу машина уже греется до сих пор троит чек горит доеду тихонечко буду ставить наконец-то кнопку старт-стоп но я очень надеюсь то что я ее поставлю потому что мне уже надоело это все дело откладывать а то середина месяца уже прошла до сих пор ничего не сделано что касаемо двигателя звонила вчера ивану ну техник который от меня меняют ступица там гранаты сказал мне снятие головы установка обратно ну там допустим клапана поменять 8000 стоит работа капиталка двадцатку вот я и думаю если капиталка и плюсом запчасти это выйдет где-то но 25 наверно в лучшем случае но плюс-минус так я думал может на эти деньги проще либо мотор новый купить просто воткнуть его сюда а этот начать ребилки делать 18 потихоньку вот либо притащить сюда тройку ну а вдруг если что-то стройка случится это чем не будут два трупа стоять съезжу первым делом к вану на проверку у него там есть эндоскоп вот запустим его получается цилиндр проверим компрессию потому что синий дым у меня вот даже вчера приехал проверял газовал не идет и сейчас на холодную запустил синева тоже не идет поэтому думаю что с цилиндром все должно быть в порядке хотя я знаю что у меня там люфт присутствует но посмотрим не будем загадывать сейчас я уже приехал к никиту все я в гараже закатился без никитоса пока что вот первый прот который меня встречает это уже ненужный плюс-минус от магнитола котором я здесь была вот сейчас я просто отключу массу плюсовой провод а он идет у меня в блок предохранителей где-то вот здесь он цепляет да вот он приходит сейчас его просто отсюда полностью уберу также надо достать сам блок управления центральным замком вот он он мне пригодится потому что я буду подключаться тот блок от кнопки старту к этому блоку вот не знаю попробую может эту фишку разобрать но мне в любом случае вот этот блок пригодится я думаю поставить его в троечку чтобы у меня там был центральный замок не знаю сейчас буду разбираться с этим всем делом соответственно все вам покажу так продолжаю ковыряться вот приделал фишку вот который показывал от старого замка зажигания толстенный просто розовый это у нас идет постоянный плюс красный соответственно идет на стартер и синий это зажигание то есть все сделал по цветам как идет на штатном замке зажигания на водительской стороне я все отключил разобрал фишку по сути вытащил только три провода розовый синий и красный как и нужно и вот здесь остальные провода это идут от ключа точнее от датчика вставленного ключа кто-то прям гонится за этой функции это полу а цц называется как раз таки вот эти провода вот это они но куда они здесь идут в моей машине вообще без понятия я конечно же сейчас отсюда вытащу заизолирую аккуратненько и потом уже когда-нибудь когда я сниму торпеду и буду полностью шуршить всю проводку красиво укладывать я их ну посмотрю куда они идут и наверное все отключу все что не нужно потому что у меня и так все работает прекрасно вот эти провода шоссеем вот эту клемку приделаю потому что я не мог здесь просунуть из-за электроусилителя и все прошу этот штекер на ту сторону и подключаю и останется подключить только провод на педаль тормоза и думал кнопка страдцов заработать антенки я хочу повесить вот в эти центральные стойки провести их через низ либо можно через верх в принципе не знаю без разницы но пока что я просто их брошу здесь где уже будет находиться блок кстати сейчас но наверно можно подключать в принципе к сожалению автозапуск пока что не смогу подключить потому что это надо подключать один их провод к приборке датчика давления масла а второй помогут бензонасоса реле бензонасоса находится где-то здесь одна из трех вот это все буду короче разбирать но позже потому что и так у никиты долго сиделся за этой херней пока что уже в принципе эту сторону перекидываю подключаю и все так идет второй день ковыряния с проводкой на этот день я отложил именно замену блока центрального замка вот старый блок я уже отключил вот от него фишка находила в интернете распиновку ну примерно плюс-минус такого же блока замка искал именно этого но нашел сам ближайший год если что все фотографии будут сумма в моей группе вконтакте ссылка в описании так вот тут есть конечно же не совпадение по цветам причем конкретные и по месту расположения но так на скидку я примерно помню что синий который вот у меня шел второй с правой стороны это его оторвал отсюда нужно херово держался вот он идет на открытие багажника соответственно здесь синий тоже идет на открытие багажника в этой схеме два белых на соленоид соответственно как и здесь а также здесь идет свой плюс минус которым цепляется к минусу два оранжевых желтых плюс вижу цепляется два коричневых это на поворотники ну вот сигнал то что машина открывается закрывается желтые а да два желтых плюс ну и все в принципе два оранжевых минус все понятно в принципе как и по этой схеме тут перечеркнуть это не надо так от нового блока старт-стоп розовый получается идет один на аварийную сигнализацию в то время как на старом это два коричневых здесь идет один розовый час и короче вот убираю за почему два тоненьких проводка это все делать делится вот на делаю скрутку и подцепляю розовый дальше два белых это открыть закрыть это понятно розовый сказал черно-белый а вот черный белый разблокировать простой белый блокировать коричневое открытие багажника коричневый я уже подключил где он вот он получается к синему подключена а также уже отцепил минус вот он у меня шел здесь по моему на обогрев сиденье идет у меня реле по-моему да вот сразу сделал напрямую минус уже отцепил и все короче тут осталось по ерунде думаю вы уже без меня разберетесь вот он сюда цеплялся это получается соленоиды вот кстати даже есть один белый один черный бело-черный вернее это видимо от старого родного замка от центрального замка может запинаюсь сюда же просто подцеплю вот эти два провода и все и этот блок успешно будет у меня отцеплен все очень хорошо но единственное с чем я прокололся это с центральным замком потому что на обычном универсальном центральном замке который я тоже покупал за тысячу рублей но с выкидным ключом обычный там получается на соленоид идут два плюсовых провода вот этот белый и белый с черной полоской а на блоке от кнопки старт-стоп они идут оба минусовые и то есть мне как-то началось исхитриться либо искать другой блок чтобы ну просто до подключить его вот эти два провода минусовые попозже подумал как это дело исправить обязательно потом покажу когда этого дойдут руки то что как вы понимаете я без гаража и без ничего так только ходить и напрашиваться постоянно это не дело а снимать пока вот только-только собрался и еще не успел найти подходящий вариант вот короче прокололся по трём проводам а в остальном все работает идеально не знаю не помню показывал ли я или нет как и подключил то что она видит автозапуск подключил я это на провод идущий на приборную панель индикация зарядки аккумулятора вот от и генератора это идет по моему 1d или как он так называется уже забыл ну там загуглите это несложно он получается идет один на приборку коричнево-белый ли там коричневый с белой полоской синий провод который идет от блока кнопки старт-стоп вот нашел его в кассе вот этот черный ой коричнево-белый который идет на генератор в приборку здесь живота подключился вот этим вот крабиком и все прекрасно работает в общем все вам показал и рассказал чем я столкнулся схемы вам дал в принципе по ним все можно сделать повторить как у меня либо придумать что-то свое его есть от чего отталкиваться это главное также подключил я доп реле на стартер чтобы снять нагрузку с этого блока чтобы вот этот вот мощный плюс на стартер проходил именно через реле а не через блока блок просто давал сигнал разрешение на старт в принципе это все у меня идеально работает езжу с этим где-то уже недели две точно ну а на этом я вынужден откланяться серия подошла концу надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал также подписывайтесь на мои соц сети группу вконтакте инстаграм и ссылочки будут в описании все под видео не забываем про партнера этого видоса интернет-магазин одежды бункер ссылочка тоже в описании и по промокоду аспарагус вы получите скидку в 10 процентов забегая вперед нас в следующем видосе планируется уже заняться колесами то есть обувка резины покраска и примерка там с маленькими такими дополнениями вам очень понравится так что ждите буду стараться для вас выпустить все дело побыстрее так что всем до встречи и пока